Вот, ну вот это что случается, когда спросено в последние минуты проповедовать, что старая проповедь будем проповедовать. Знаете, что я был один раз в церкви, я был как миссионер там, и я с пастором разговаривал, и он сказал, и тогда он сказал мне, что обычно миссионер, когда он ходит по церквам, он проповедует. Обычно они спросят, чтобы он проповедовал. Обычно. Не каждый раз, но обычно так бывает. Этот пастор сказал, что я буду проповедовать, чтобы он будет проповедовать. Я сказал, хорошо. И он стал проповедовать, и он сказал, что это будет первый раз в его жизни, что он будет проповедовать те же самые проповедии, как он только что проповедовал в прошлой неделе. Он, как наш пастор Кристофор, он мог те же самые проповедии проповедовать и менять это полностью. Но чуть-чуть думая, что он не думал, что я готов проповедовать, и тогда он сказал, что я буду проповедовать, и он не был готов к новой проповедию. Так и бывает. Что? Вспомните, если бы вы были здесь в проповеде «Жить вслух», когда я проповедовал, я не знаю, два месяца назад, может быть. У меня было пять пунктов, и я только один пункт проповедовал. И будем продолжать, да, будем найти второй, третий, четвертый, если успеваем, пятый. Но мне не надо до конца, чтобы в следующий раз у меня будет что-то проповедовать. Да. Те же самые, как в прошлый раз, есть много информации об этом, но у меня три места, чтобы открывать и читать, но будем мы Луки, от Луки, девятнадцатая глава, будем здесь начинать, от Луки, девятнадцатая глава. Евангелие, как, Евангелие или Евангелие? Евангелие. Я сто раз сказал это неправильно, и тогда сто раз сказал правильно, и сейчас не знаю, какой из них правильный. Евангелие, от Луки, девятнадцатая глава, и один стик, здесь сорок, сороквой стик. Но он сказал им, ну тридцать девятый, очень хорошо подойдет с этим. И некоторые фарисеи среди народа сказали ему, учитель запрети ученикам твоим. И это все, что мир хочет вам, тихо. Только посреди вашей стене вы можете проповедовать и свидетельствовать и сказать, свидетельствовать об Иисусе, это не место для этого там. Вот, слышали подобное или нет? Нет, мы не на собрании. Пожалуйста, нам не надо слышать об этом. Иисус, он мог ответить как... Но он единственный человек, который мог ответить так. Он сказал, «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни вас запьют». Возопьют. Возопьют. Возопьют, спасибо. Возопьют. Возопьют. Я уверен, что это то. Точно в физическом смысле. Нет, это не было только какое-то духовное смысл. Я уверен, что это было то. Потому что другое местописание, есть место, где называется, говорит, что дерево, сами дерева живые, они будут за руки. Как это называется? Как? Плохо. Клопот. Клопот. Клопот, да. Руки будут клопать, чтобы славить ему. Здесь дерево, здесь камень будет кричать, если его ученики не бы сказали ничего. И... То есть, что Иисус рад и даже Иисусу надо. Это была какая-то нужда, обязательство, чтобы он, чтобы люди прославили его. И если люди не славили его, тогда он сотворил все. И его сотворение будет славить его. Аминь. Он хочет, чтобы мы славили его. Но если мы не будем, его творение будет все равно славить его. Аминь. Аминь. Прошлая, прошлый раз, чтобы запоминать, напоминать вас, что сказали, как нам, как, как Бог хочет, чтобы мы жили вслух. Называется так. Так. То есть, чтобы мы громко не было тихим, когда, во-первых, первый пункт был, когда мы прославили его, прославили его. А когда мы пели ему, да, пели, пели славу, славу, славу ему. И сказали, есть, наверное, сто стихов в псалтире, которые говорятся подобно. И один из них, это девяносто седьмой псалом, который говорится. «Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца его доставили ему победу. Явил Господь спасение свое, открыл пред отчам и народов правду свою. Вспомнил Он милость свою и верность свою к дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. Восклицайте, да, восклицайте Господу вся земля. Торжествуйте, веселитесь и пойте». И в прошлой проповеди я сказал, что это не что-то тихое. Это было что-то громкое. Торжествуйте. Тихое это или громкое это? Громкое. Пойте Господу с гуслями. Я не знаю, что это такое. У меня нет английского часа здесь. Но с гуслями и с глазом самопения. При звуке труб. «Если есть какой-то инструмент, который я не хочу, чтобы дети учились, будет какой-то труп». Это не идет, это не работает. «При звуке труб и рога торжествуйте пред царем Господом». Да, шумит. Богу нравится шум. Мы поем «Наш Бог так велик, силен и могущий». Он велик. Чем больше ты, тем громче он хочет, чтобы ты был ему. Чем больше человек по размеру, тем громче он мог быть. Наш Бог велик. В Библии говорится, что его голос – это как гром. А гром, если здесь гром, ты слышишь гром по 50 км вокруг тебя. Его голос. Он сказал слово «пусть будет свет». «И был свет». Где? Везде. В сотворении было. «Юниверс». Как называется «Юниверс»? В селении был свет. А его голос дошел до края вселения. Вот его голос. «Да шумит море, и что наполняет его вселенное и живущее в ней, да? Рукоплещут реки. Да ликуют вместе горы пред лицом Господа. Ибо он идет судить землю, он будет судить вселенную, вселенную, спасибо, праведную, праведно и народу верно». Знаете, что Давид, хороший царь Давид, который типа Иисуса. У него была целая армия, их работа была прославить Господу. И у нас есть список, целый список людей в Паралипоминон, в Ездве, в Неме. У нас целый список, пара глаголов. Людей, которые Давид использовал, чтобы прославить Господу. И их не именно вечно написано в книге жизни. То есть, в прошлый раз сказали, что люди думают, что, о, это должно быть… Мне не нравится быть громким, потому что это… Я прославляю по-своему, лично. И я отвечал на этот аргумент, который сказал, что я не для вас кричаю «Аминь», и поднимаю руку и скажу «Слава Богу, я делаю это для Господу, не для тебя». Те, которые слишком изысканные, слишком культурные, которые думают, что, ну, люди будут называть… Люди будут высмеивать нас, будут ругать нас. Люди все равно делают это тебе. Ты уже здесь, ты уже штунди какой-то. Все равно принимать это с радостью. Аминь. Люди думают, что я буду лицемер, если я здесь сделаю это, а дома не делаю. А это очень легко отвечать, потому что отвечали, что… Что ты делаешь на стадион? На футболном стадионе? Чем ты занимаешься? Когда есть 40-50 тысяч людей, и они какие-то… Или они лицемеры, или они фанаты. Я… Или они там… Какие одежды они имеют? Если имеют… Или они… Крашуют… Красить себе… Они дома поступают так? они кричают этот футболка под головой на работе поступают так или не поступаю так лицомер нет это место для этого если есть есть место этого я не даю штамп печата согласие соглашение на это я просто говорю здесь место есть мы строим место мы строим атмосфер здесь чтобы прославлять ему нет нету такое домашняя церковь чтобы и чтобы прославлять только ему там у меня есть жена и детей наш дмитрий у это наша церковь мне не надо ходить на собрание это не подойдет здесь наш стадион а мы здесь где мы прославим его вместе наши помогают друг другу это не бывает дома с телевизором джойс майер и тогда люди говорят что мне не нравится это чем чтобы из шум чтобы громко было мы тогда ответ на этого что я спросил вопрос что как ты смотрите телевизор или фильмы если если ты очень тихо только с субтитрами смотрите фильм ха да иногда надо так когда дети спит да спят но желательно ты как можешь ты есть вы если у вас было возможно может быть у вас есть вы покупаете даже субуфор или как это называется и как каленки аудио тысяч долларов платите чтобы будет какой-то кинофильм дом домашний по-домашнему чтобы громко было аминь и в тебе все равно если соседи слышит твой фильм тебе не нравится этот шум вот это был первый пункт второй пункт давайте дальше идем давайте дальше идем а бог не только хотел чтобы мы громко пели жили сух с песню но бог хотел что мы жили вслух а в проповед проповеды языке я вторая глава говорится что будут ли они слушать или не будут а ибо они мятежный дом но пусть знаю что был пророк среди них язык ел он бог прям предупредил ему они тебя не послушаю но я хочу чтобы ты еще проповедуя слух громко и они тебя не будет слушать но они будет знать что пророк есть здесь я хотел дьяния дьяния давайте открываем это было еще текст наши дьяния мир не стыдится нет не стыдно мир что они верят что им нравится и дьяния 19 глава и с 19 до конца главы не будем прочитать не будем читать это нос 19 стыка говорится что из занимавшихся зородейство довольно многие собравшие книги свои и и сожгли перед своими и сложили тени и и оказалось их на 50 тысяч драки драк драком драком да и с этого момента паву с такой силой возрастали и возмогало слово господне и вот а хорошо когда же это совершилось пава положил в руки прошу македонии ахею и ты вернул им сказал попивав там я должен видеть и рим послал в македонию двоих из служи служивших ему тимофей и раз то сам остался время вас я в то время не будем читать его я сказал не будем учат то время произошел немало мятеж 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 против пути господня ибо некто серебрый 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 ник именном димитры делавшийся серебряные храмы артемедии доставляет и доставляющие художникам немалую при прибыль собрав их других подобных ремесленников сказал друзей вы знаете что от этого ремесла зависит благосостояние наше между тем вы видите и слышите что не только в фессии но почти во всей азии этот павел своими убеждениями не совратил немалое число людей говорят что делаемо рука руками человеческими несут боги а это нам угрожает тем кто что не только ремесло наше придет в презрение но и храм великий богини артемедии ничего не будет значить из изра вернется величие той которую почитает вся вся и вселенная и вселенная да выслушай это они исполнились ярости и стали кричать говоря велика армии артемида ефесская и еще тридцать четвертом стихе тридцать четыре когда же узнали что он иудей то закричали все в один голос и около двух часов кричали велика артемида ефесская миру они громко кричают они не тихо живут они слух я начался стоит утром открывал дверь и прямо встретиться со мной музыка какая-то сосед это не было часто но бывает и сейчас новый сосед пришел с музыкой им не стыдно что будет и как будет и и кто и им все равно кто будет слушать эту музыку я хочу сказать так что и бог хочет чтобы ты проповедовал как мир проповедует слух чтобы было слышно чтобы не избежать проблем горячей темы которые в мире сейчас горячая тема знаешь что это такое то есть если горячая нам бог бог хочет и нам надо люди которые 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 ridicule ridicule ну чтобы чтобы мир будет ну шутить да хотел чуть-чуть другое слово но чтобы мир будет шутить над тебе и тебе все равно я буду проповедовать господа миру надо так так надо мы муж мужчины которые будет мужчинами и женщины которые будет женщины больше обла бога а если есть какая-то горячая тема в мире тогда стать против этого если есть если горячая тема коррупция тогда штат и проповедовать против коррупции а я не буду это песок взять это не моё но хотя это гора на улице и среди город поставил это там и люди смотри они придут списку с тачками и с лопатами и не возьмут песок общий песок да это мой сейчас это коррупция это не ваша если не ваша не возьми если есть какое-то место где железо стоит там на работе спросила это мой или это их если это не твой если ты не заплатил за это не возьми это коррупция это все что президент от президента до хухландска делают если не твой тогда это не твой это коррупция если они платят тебе полтора тысячи гривен заработать тогда дополнительно полтора тысячи гривен если не спросить чтобы было 40 часов на неделе тогда поработать 40 часов на неделе то есть если не сделать если не честно надо стать против коррупции вот проблема стран это не проблема стране украине или проблема проблема тогда стоит против этого стойте станьте станьте против этого и проповедуй против этого а если есть горячая тема гомосексуализм. Тогда Америка проповедует против него. А я... В Америке это стало горячей темой, потому что церкви давно не проповедовали против греха. Когда ты станешь, идешь, ходишь на собрание, каждое воскресенье будешь слышать, что Бог любит тебя, Бог за тебя, Бог строил тебя, Бог отдал Сына за тебя. И все. И это все, что будешь слышать по церквям в Америке. Больше этого не будешь слышать. И поэтому сейчас они сделали, чтобы гомосексуализм был по законам, по стране в Америке. И церкви еще запрещали тихо. Они не говорят ни одного слова против греха в Америке. что Бог хочет? Бог хочет, чтобы ты стал, чтобы ты проповедовал слух. Если что-то неправильно, скажи неправильно. Бог хочет, чтобы было кем-то, который будет служить ему и стать говорить перед людьми. И хотя я единственный, который говорит, что это неправильно, я буду сказать, это неправильно. Если это алкоголизм, пожалуйста, это алкоголизм. Если это курение, пожалуйста, это курение. Если это война, если война горячая тема, тогда, пожалуйста, говорите насчет войны. Война, это здесь на земле Божий суд на греке. И тогда суд на греке после жизни, после смерти, это ад. Легко проповедовать. Война тебе не нравится, а после жизни будет и хуже. Если прелюбодеяние это тема, тогда проповедуй наш против прелюбодеяния. Горячая тема это то, что ты грешник. Когда ты родился, ты был грешником, и тогда ты будешь умрет, ты будешь умрет как грешник. И эта тема, и только есть один выход от этого. То есть это второе, что надо проповедовать вслух. Не будьте не будьте не стидися. не стидитесь проповедовать. Проповедуй вслух. А во-третьих, у мира достаточно, у мира хватает достаточно фанатиков для их не темы. Аминь? Нам надо божие фанатики, которые будут проповедовать. У них есть. Хватает достаточно уже. В-третьих, Иезеки 33-я глава. Иезеки 33-я глава. Кейла и Крейла и и Иезеки 33-я глава. С 1-го стиха. И было ко мне Слово Господне, Сын Человеческий, из реки Слова к Сынам народа твоего, и скажи им, если я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет, и среди себя человека, и поставит его у себе сражем, и он, увидев меч, идущий на земле, затрубит трубу и предостережет народ. Исайя, 5-я глава говорится, что взывай громко, не удерживайся, воззис голос твой подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконное его, и дому Яковлеву на грехи его. То есть вторых было проповедовать слух, а третье это свидетельствовать вслух. Свидетельствовать вслух. Знаешь этот женщина, Ричард Уербрандт, Ричард Уербрандт, знаете его или нет, он с Романи, с Романи, и он жил, ой, ну он жил во время революции, до Второй мировой войны, да, после, и тогда после этого. И в Романе было немецы, они имели власть в стране, и тогда спасители, спасители Россия пришла, и тогда они имели власть, и сначала было этих немецкие, как они, как они называют немецы, фашисты, фашисты, с фашистовства до коммунизма. Они пришли от одного края до следующего края, и оба были очень ужасны для верующих, и этот Ричард Уербрандт, я знаю, что его свидетельство на русском языке, можно найти его свидетельство, и он был проповедником, и был, когда коммунизм стал властью в стране Романия, да? Румыния. Румыния, Румыния. У них был какой-то совет или конгресс култов, совет култов они называли, и собрали их все религии, все разные типы религий, они собрались, и проповедник все были, священники, проповедники, батушки, все были там на этом совете, и было телевидение, было радио, и они хотели, чтобы показать всему миру, как эта страна в духовном смысле, церкви, как церковь приняла коммунизм в стране, чтобы все радовались, и один по одному проповеднику, один за один, один за один проповедник, священник, батушка встала перед телевизором, перед камерой, перед радио, сказала, что как радио, что коммунизм здесь есть, и здесь не будет никакая проблема, они только здесь помогают нас, и этот Ричард Румбранд, он был с женой, Сабина, ее зовут, Сабина, и Сабина, они слышали это, и было абсурдно, было ужасно, и они уже знали, что в каменизме нет места религии, нет места бога, их не бог в это же время был, и Ленин, и Сталин, и все, и они поняли это, но все равно они сделали это, чтобы люди русские, они приняли коммунизм спокойно, чтобы не была какая-то революция там, и это Сабина сказала, это абсурдно, это ужасно, и она сказала мужу, что они плунюли, плуню, плунюют Христу в лицо сейчас, в лицо сейчас, и она спросила мужа, пожалуйста, ты не будешь устыдить их? И муж отвечал, то есть сказать что-то, проповедовать, средства, и муж отвечал, жена, если я говорю, у тебя не будет мужа. Жена отвечала, мне не надо трус, как муж. мне не надо муж, который трус, или трус мужа. И что он сделал? Он стал и свидетельством. И конечно, через время они кидали его в тюрьме 14 лет, 7 лет, и тогда освободил его, 7 лет еще кидал его. Ну, что Бог хочет? Несмотря на стоимость здесь на земле, Бог хочет, чтобы ты свидетельствовал вслух. У нас есть свободность здесь, но может быть не будет еще в будущем. Живи вслух. С мудрости Господней, сделай вслух. люди не будет слышать, если вы не будете говорить. Знаете, что я видел сегодня? Четыре пары людей свидетелей и говны. Четыре пары я видел. Два было на пути к мусору. Я думал, что они тоже к мусору будем бросать их религию. Была одна пара налево, вторая направо, и тогда еще был на пути в Одессу, и тогда четвертое было, когда я приехал домой. То есть утром и вечером они работали. Что они делают? Они свидетельствуют слух. Аминь. Если верите, тогда как Исайя говорит, взывай громко, не удерживайся, воззыв голос твой подобно трубе. Подобно трубе. Это не тихо. Я иногда есть такие моменты, я с чем-то говорю, и кто-то мимо проходит, и тогда голос мой. Это просто реакция. Что за грешник я, который говорит, я тихо чуть-чуть говорю, потому что это личный разговор. Не хочу, чтобы кто-то постарня, другой, чтобы он слышал. Я не хочу, чтобы весь мир слышал Евангелия. мне все равно, кто слушает. Пожалуйста, пусть он будет слышать тебя. Если босс приходит мимо, пожалуйста, пусть он слушает тебя и спасается. Четвертый. Четвертый. У меня четыре пункта. Четвертый пункт. Надо прославлять его вслух, проповедовать вслух, проповедники надо проповедовать вслух, свидетельствовать вслух, и четвертый надо молиться вслух. А что имею в виду? Потому что есть место в Писании, где говорится, когда молишься, иди в комнате, то есть в единочестве и помолитесь там и я не уменьшаю слово господи просто так говорю что сколько раз писание кто-то молился слуг публично соломон давид все пророки молились слуг а считайте что у тебя есть слова сколько молитвой писания это не было молитвы сердце это кто-то молился они молился чтобы что чтобы было слышно я знаю что есть моменты когда не надо быть слышно один человек было 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 случай президент приглашал какой-то проповедника я даже не писал здесь какой президент может быть это просто история но президент приглашал проповедника и чтобы он чтобы он молился за ужин и было как у президента есть много людей было шум и в это же момент этот человек молился и президент не мог слышать его и в конце конце он он среди молитвы он президент спросил это при этого проповедника он сказал я не слушаю тебя пожалуйста гром громче помолись а это человек это этот проповедник с президент я не тебе не молюсь тебе не надо слышать я господу молюсь то есть есть это момент я не уменьшаю это но есть другие моменты когда надо молиться вслух чтобы еще чтобы люди слышали тебя и пора вчера была самая теплый день пока этом году это утепляет во время клуба будет испытание бог испытает нас о чем да молитва вслух знаешь что есть люди которые спасаются или люди которые покаются из-за того что они слышали маму или папу когда они молились за ним они знали во первых знали что мама молилась и во вторых слышали я знаю как мама моя как она как рыдает по моему рыдает за мной за меня как она она любит меня хотя я это много людей как и говоря что они бунтовали и жили в грехе по-своему но всегда было это вспомнить как памятник в уме что а воспоминание как памятник в уме что мама моя любит меня я вспомню и даже бог сделал это чтобы то есть те же самые слова как она молилась что в уме и останавливали там в вечно вечно то есть хорошо молиться вслух в семье хорошо возьмите все вместе и чтобы ты не просто там молился но быть чтобы слово вышло из рда громко достаточно громко чтобы все слышали а есть еще один случай когда человек что свидетельствовать одному человеку который очень ну как непорочный он просто такой атеист и ему не нравился верующий и он пришел этот человек он простой человек верующий простой и это другой он культурный человек и это простой верующий пришел к нему и старался свидетельствовать но это культурный он высшее образование есть и он дал ему вопросы у него не было никакого ответа и он был ну ему вообще тяжело и он просто просто в конце сказал я не у меня нет ответа и тяжело было это влиял на душу его я не могу я не умею с тобою спорить и ответить ваши вопросы у меня просто какая-то глубина глубокая глубокая боли любовь или концерн беспокойство да у меня глубокое беспокойство в душе для тебя и тогда он ушел домой и этот культурный человек он никогда слышал что-то подобно что человек любит было видно на лице и этот человек сказал что я не понимаю что он начал точно что беспокоил в душе за меня и через несколько часов этот человек сказал я буду идти к нему из и спросить что что и что он начал и он прошел пошел к этому человеку это было чуть-чуть давно когда окна окна было открыты и чтобы все было слышно и этот человек он стал в комнате и молился богу громко достаточно громко чтобы этот человек он пошел до двери и подъели почти стучит стучит и слышал от этого человека как он молился за него и этот человек сказал что бог я я просто на напучу или напучаю или я просто мешаю ваш твою работу и бог пожалуйста спасти этого человека и это молился это молитва сделал все что его спор и разговор не мог сделать это молитва который слух был дошел до сердца этого человека молиться а это делает что-то который тебе который тебе не можешь сделать надо молиться за детей надо молиться за неспасенные когда 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 был в больницей если больницы и муж жена ребенок сидит там и будет умрет или будет что-то подобно хуже плохой тогда подстаньте на колени и молиться вслух чтобы все слушали тебе не надо быть какой-то вопрос в ком-то и доверия доверяешь доверяешь насчет его лечение надо молиться вслух чтобы дети знали чтобы мама знала чтобы семья знала чтобы все знала кто ты и чей ты имею ввиду чей ты и и совершенство здесь как сказал сначала что бог все что бог сделает это громко он сделает это вслух иисус на христе у меня есть два причины почему надо жить служить креста вслух а не тихо и в первых это наш пример спасителя иисуса и когда он был его последние слова на кресте было было влияет наш пример что когда он был на кресте и у него у нас есть семь разные фразы 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 его семь то есть он он сказал им громким и слышали и один так что а около девятого часа возопил иисус громким голосом или или лама собаками то есть боже боже мой для чего ты меня оставил громким голосом чтобы все слышали его то есть наш наш спаситель пример иисуса он сделал это иисус же опять возопил громким голосом испутил испустил дух он хотел чтобы весь мир слышали его слова не так же и весь мир почти слышит его слова сейчас он он ему не стыдно хотя он стал там на на ему не стыдно все равно ему а а и еще вторая причина почему надо быть громким потому что когда есть это восхищение и когда есть наша жизнь вечно будет начать в небеса тогда что мы будем сделать будем просто вокруг трона будем все тихо кричать проставлять имя господа как мышь на небеса как мышь надо прочитать откровение чуть-чуть когда когда такие звери четыре звери они не отдыхая ни днем ни ночью скажем да свят 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 господь всемогущий который был и есть и будет это не тихо звери слышали как лев говорит это его голос тоже слышно несколько километров от от него если это голос лев лев это будет что-то интересное слышать а девятнадцатая глава великая а да голос голос великий голос множество людей жителей в небесах говорят аллилуйя спасение и слава и честь и сила господу богу это не тихо чем больше ты живешь слух здесь чем меньше господь надо тебе менять на небо хорошо спасибо за внимание божьи люди должен жить слух славе в молитве в проповеди и в свидетельстве давайте закончим слово молитвы